Меня зовут Денисенко Роман Юрьевич, я врач от уриноларинголога высшей категории и также являюсь пластическим хирургом. Зона моего интереса, скажем так, в отоларингологии – это больше ринологические операции, функциональные и эстетические, а также это операции, связанные с глоткой. Кто такой отоларинголог? Оториноларинголог или отоларинголог с латинского переводится «отус» – ухо, «ринус» – нос, «ларенс» – картань, «логос» – наука. То есть это доктор, который занимается проблемами заболевания уха, горла и носа. Как записаться к вам на прием? Кто направляет? К отоларингологу на прием направляет семейный доктор. Если ваш семейный доктор назначил вам лечение и не видит достаточно положительной динамики, тогда семейный доктор направляет вас к отоларингологу. С какими жалобами обращаются к лору? Это логичный вопрос. Когда из заболевания лежало бы на боль, заложенность в ухе, например, выделение из носа, боль в области околоносовых пазух, боль в горле – все эти симптомы указывают на то, что нужно обратиться к доктору, который занимается проблемами этого органа. С какими заболеваниями чаще всего имеет дело отоларинголог? По статистике из всех заболеваний лорорганов нос, заболевания носа и околоносовых пазух занимают около 70%. Дальше это заболевания уха и дальше это глотки. Но также лорзаболевания имеют сезонный характер. Например, в осенне-весенний период происходит обострение также хронических заболеваний, таких как хронический танзелит, и в весенний период это аллергические риниты. Как часто и как правильно чистить уши? Очень хороший вопрос. На самом деле туалет, как и полость рта, так и ухо, он имеет место быть. Другой вопрос, что нужно делать это нежно, с любовью, это же ваши уши. Так вот, ухо имеет наружный слуховой проход, имеет анатомическое сужение, он имеет форму в виде песочных часов. Когда вы используете ушную палочку, первое, нужно сначала осмотреться вокруг, нет ли никого рядом, чтобы кто-то случайно вас не подбил, и вы не травмировали кожу наружного слухопрохода. Это первое. Второе. Нужно очень аккуратно производить вращательные движения в области наружного слухопрохода, потому что именно в этом анатомическом сужении кожа очень тонкая, она лежит практически на кости, и не имеет под собой никакой подкожной клетчатки, и она имеет толщину меньше, чем папиросная бумага. Если очень агрессивно использовать ушную палочку, вы можете скальпировать, счесать кожу наружного слухопрохода, что может привести к воспалению кожи наружного слухопрохода, и это будет считаться как наружный атип. Также нельзя глубоко трамбовать остатки серы туда глубоко к барабанной перепонке, потому что это приведет через какое-то время к образованию серной пробки. Что делать, если закладывает ухо, например, при посадке в самолете? Можно ли чем помочь новорожденным в этом случае? Хороший вопрос. Все мы летаем, хотя, несмотря на пандемию, может быть и реже, но тем не менее. Во время полета я рекомендую взять с собой небольшой флакончик сосудосуживающих капель, любых. Перед взлетом и посадкой нужно закапать нос, именно каплей, не спрей. Нужно закапать нос, наклонить голову в ту сторону, где вы закапали нос, меньше минуты подержать голову на стороне. Капля таким образом попадает в ложбинку слуховой трубы, таким образом происходит сосудосуживающий эффект, и слуховая труба открывается. Таким образом выравнивается давление в среднем ухе. То же самое сделайте с другой стороны. Что касается детей, я не рекомендую брать с собой ребенка в самолет, у которого заложен нос. Несмотря на то, что анатомически у детей слуховая труба короче и шире, слуховая труба у них работает хорошо. Но во время взлета или посадки содержимое полости носа может всасываться в среднее ухо, и по прилету вы можете получить у ребенка острый средний отит. Поэтому очень внимательно обращайте внимание на состояние носоглотки вашего ребенка перед взлетом. Что делать, если заболело ухо? Если у вас болит ухо, не занимайтесь самолечением. Не надо сидеть и думать, что оно пройдет, эта боль пройдет. Обратитесь к доктору. На самом деле причин может быть очень много. Поэтому я вас очень прошу, не занимайтесь самолечением. Не грейте ухо, не лечите это ухо через интернет. Обратитесь к доктору. Что делать, если у вас насморк? Самый первый метод лечения любого ринита – это туалет полости носа. Причина ринита, насморка, может быть тоже разная. И только доктор с помощью клинического осмотра, отолерингологических исследований, диагностических мероприятий или лабораторных исследований может поставить точный диагноз. Но на своем бытовом уже уровне дома вы можете начать с самого первого, самого простого. Это туалет полости носа. Есть масса изотонических растворов, с помощью которых вы можете проводить туалет полости носа. Это как чистить зубы. Делайте это утром и вечером. Что делать, если не можешь без сосудосуживающих препаратов? Например, применяешь их уже несколько лет. Очень актуальный вопрос, потому что на сегодняшний день очень многие пациенты используют сосудосуживающие капли очень длительное время. И это неправильно. Обратите на это внимание. Найдите время, пожалуйста, найдите время, обратитесь к доктору. Потому что на сегодняшний день эта проблема, она решаема. Если вы будете продолжать жить в таком же русле, использовать сосудосуживающие капли длительное время, это может привести к атрофии слизистой оболочки полости носа, к спонтанным носовым кровотечениям. Также нужно помнить, что сосуды спазмируются не только в носовой полости, но это и глазное дно, и лобные доли головного мозга. Это может приводить к нарушению зрения, потере обоняния и так далее. Поэтому обратитесь к доктору, и ваша проблема будет решена. Как правильно высморкаться? Туалет полости носа очень важен, потому что именно эта процедура обеспечивает чистоту полости носа, что приводит к избавлению застойной слизи, в которой могут развиваться бактерии. Поэтому закрываете одну половину носа и дуете, выдуваете воздух через вторую половину носа. Потом чередуете. Если вы видите, что в выделяемой слизи есть прожилки крови, стоит остановиться. Можно ли в 21 веке вылечить аллергический насморк? Хороший вопрос. На сегодняшний день аллергия – это, я называю, расплата за цивилизацию. То есть аллергизацию мы наблюдаем во всем, даже то, чем мы моем руки. И таких пациентов с аллергическими ринитами все больше и больше. На самом деле очень помогает в этом плане наука аллергология, потому что сегодня существуют очень серьезные, мощные тесты, к помощи которых мы можем определить, что это аллергия. Когда мы точно понимаем причину заболевания, и мы можем ее устранить, тогда пациент здоров по итогу. Что делать, если заболело горло? Не занимайтесь самолечением. Мы должны понимать причину заболевания горла. Обратитесь к доктору. Что делать, если пропал голос? Если у вас пропал голос, мы должны понять причину, почему он пропал. Чаще всего это бактериальная инфекция, которая вызывает воспаление на голосовых складках. Это называется острый ларингит. И также бывает психоэмоциональное состояние. То есть если пациент переживает очень сильный стресс, тоже может пропасть голос и может также пропасть и слух. Когда мы понимаем причину, соответственно, мы обращаемся к тому или иному доктору и устраняем эту причину. Если у вас пропал голос, не пытайтесь говорить шепотом. Таким образом вы вызываете еще больше гипертонус гортани. Гипертонус гортани – это когда мышцы спазмируются и не могут расслабиться. И это состояние может продолжаться больше месяца. Если голос не возобновляется, и если вы принимаете медикаментозную терапию, так в таком случае нужно обращаться к фониатру. Это доктор, специалист, который учит разговаривать по-новому. То есть расслабляются передние мышцы гортани, напрягаются задние и так далее. То есть это специальный комплекс упражнений, который поможет вам возобновить голос и устранить гипертонус гортани. С какими ошибками ваших коллег со смежных специальностей вы встречались чаще всего? В последнее время чаще всего мы сталкиваемся с стоматологическими пациентами. И мы сейчас очень активно работаем со стоматологами, потому что это смежная специальность. Мы выполняем симультантные операции, то есть одновременно со стоматологом, челюстно-лицевым хирургом. Сейчас идет такая эра красивой улыбки, это и штифты, это и виниры и так далее. Связано это с тем, что верхнечелюстные пазухи располагаются очень близко к верхнему ряду зубов. Поэтому очень, ну скажем так, немного, но бывают пациенты с проблемами, когда проваливаются пломбы в верхнюю челюстную пазуху, что в последующем приводит к образованию мицетомы. Из-за того, что в пломбировочной массе очень много цинка, и цинк любит грибок, а грибок еще любят, когда темно, тепло и влажно, и пазуха – это идеальная среда для роста этой флоры, и это вызывает грибковый синусит. Поэтому мы совместно со стоматологами устраняем эту проблему. Ну, в принципе, на сегодняшний день эта проблема решаема, просто надо вовремя, делать все вовремя. Обратитесь к вашим коллегам, например, к семейным врачам. Я хотел бы обратиться к семейным врачам, чтобы они чаще с нами коммуницировали, ими я имею в виду с отолерингологами, потому что это будет улучшать терапию, эффективность терапии, чтобы обращали как можно большее внимание пациентов с синдромом конструктивного апноэ. Потому что эти пациенты лечатся как у семейных врачей, как у отолерингологов, у психологов, урологов, сексологов, у очень большого количества специалистов. Почему? Потому что синдром обструктивного апноэ вызывает полиорганную недостаточность. Страдают и почки, например, ночная полиурея. Из-за большого выброса адреналина во время сна, когда пациент задыхается, у него появляется ночная полиурея. Он идет к урологу, лечится уролога, ему лечат полиурею. А на самом деле у него банально синдром обструктивного апноэ сна. Поэтому обращайте внимание, и я бы хотел посоветовать еще использовать диагностику. Самое простое это пульсоксиметры и кардиореспираторные мониторы. На сегодняшний день это стандартное оборудование, оно доступное, оно недорогое, которое позволяет точно поставить диагноз. Заключения, которые выдаются этими приборами, они международные и они понятны во всех странах мира. Поэтому используйте эффективную диагностику, обращайте внимание на этих пациентов, потому что на сегодняшний день они, ну скажем так, они бесхозные. Они лечатся везде и у всех, но нет конкретики в отношении этих пациентов. Как поступают на сегодняшний день отолерингологи? Если мы диагностируем объективно с помощью этой диагностики синдром обструктивного апноэ сна, если у нас пациент входит в первую или вторую группу сложности, мы его оперируем. То есть мы проводим слип-идеодоскопию, мы вводим пациента медикаментозный сон, определяем с помощью фиброскопа на каком уровне происходит обструкция и проводим нашу хирургию. Если же у пациента тяжелая степень апноэ, если мы уже видим ожирение, какие-то сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, то есть такие пациенты, у них очень много противопоказаний для хирургии. И таким пациентам показана СИПАП-терапия. Вообще наука сомнологии, она очень интересна, она в Украине только-только приобретает такой актуальный момент, и если кому-то интересно, занимайтесь этой наукой, потому что пациентов этих очень много, и они требуют внимания и, безусловно, терапии. Расскажите вашим коллегам про самые современные технологии в вашей сфере, которые вы успешно применяете. Да, на сегодняшний день, например, что касается удаления немных миндалин, эта операция стала бесскромной, безболезненной, быстрой и эффективной. Пациент уходит или в этот же день, или на следующий день. При этом артикуляция речи не нарушена, он может глотать, разговаривать. Что касается ринологических операций, также мы используем ультразвук, то есть это пьезоаппараты. Мы не используем долото, молоток, то есть после операции пациента нет синяков, гематом, отеков. То есть все мы привыкли видеть в интернете синие лица с синяками, сейчас этого нет. Также это эндоскопическое оборудование, которое мы уже успешно применяем не один год. Это функциональные эндоскопические риносинусы хирургии, когда под эндоскопическим контролем мы видим каждый миллиметр анатомической структуры носовой полости, и эта операция, эта хирургия, она наиболее максимально щадящая. У каждого из нас есть знакомые, друзья, которые могут рассказать нам блокбастер, как ему выдирали просто из глотки миндалины, и все было в крови, и какая-то тетя сзади держала за руки и за голову. На сегодняшний день это все ушло. Эти операции детям, если мы говорим о детях, то проводятся под седацией. И это бескромные операции, быстрые операции. Через 2-3 часа этих детей родители забирают уже домой. Поэтому да, на сегодняшний день мы сделали прорыв, мы используем, и в Украине это все широко используется, и достаточно эффективно. Личные пожелания коллегам и пациентам. Очень многое зависит от культуры нашего населения. И мы, врачи, должны повышать культуру. Очень многие пациенты, они не знают или не понимают. И мы должны им объяснять, разъяснять. И старайтесь это делать в социальных сетях, телеканалы, медиа. Позволяют это делать сейчас очень открыто. Поэтому очень важный вопрос коммуникации врачей, вообще медицины с пациентом. И над этим надо работать. Будьте здоровы, следите за вашим качеством жизни. Желаю вам успехов. Старайтесь делать все вовремя. То есть обращайтесь к доктору вовремя. Не занимайтесь самолечением. Будьте здоровы, пусть ваше качество жизни будет на высоте.